Всем привет! Мне кажется, я уже миллионы лет не сидела вот так вот перед камерой. И сегодня я хочу поднять такую тему, почему я перестала снимать книжные видео, когда будут книжные обзоры, покупки и всё, что касается книг, потому что примерно год назад эти видео абсолютно исчезли с моего канала, а вы постоянно меня спрашиваете, когда же они будут, а я по факту даже не знала, что вам ответить, потому что сама я не знала. Итак, что же случилось? Случилась вначале у меня просто такая читательская апатия и депрессия в том плане, что мне не хотелось ничего читать, мне было неинтересно такое. Периодически у меня бывает, что я как-то немножко пригораю, мне всё надоедает и ничего не хочется. Я делаю паузу, обычно это было, ну, типа месяц, я ничего не читаю, и потом, наоборот, с новыми силами, взахлёб, начинаю всё читать. Тут я подождала месяц-два, но почему-то мне не приходилось желания снова читать. Я старалась заставить себя насильно, что, может быть, в процессе, как-то мне захочется это делать, я войду во вкус и так далее, но нет, это не срабатывало, вообще никак. Сейчас я начала снова читать книги, то есть я вернулась в эту рутину, но я уже не читаю подростковые всякие штуки, янкодалки, вот это вот всё, на что я сделала в основном обзоры и упор. Мне это нравилось, безусловно, но сейчас у меня нет желания. Мне кажется, что, может быть, я береросла, может быть, я не знаю что, но мне не хочется. Из этого вытекает то, что книжных обзоров конкретно сейчас не будет, потому что я не считаю нужным снимать на какой-нибудь нонфикшен, там, философские книги или ещё что-то, отдельные обзоры, это книги не того формата, и в целом сейчас, мне кажется, BookTube немножечко, скажем так, упал, да, и нет такого интереса. А янкодалка это такая поп-литература, популярная, и, соответственно, ну, что говорить, естественно, больше людей заинтересованы в том, чтобы посмотреть такое видео, поэтому я могу сказать, что отдельные обзоры книг будут, но как-то так очень изброчно и не всегда, не регулярно, по какому-то просто желанию. Когда будет прочитано что-то вот не из разряда того, что я сказала, да. На классику, например, я уже помню в видео с Антоном говорила, что, ну, типа, обзоры на классику это дохрена рисковая, и всё равно каждый останется при своём мнении, а негатив там в свою сторону, например, мне не хотела бы слышать просто за то, что я так думаю. Так что классика, остаётся классика, как бы что из неё почитать, мы всегда знаем, а вот и современная литература тут вот уже поинтереснее. Я бы, наверное, хотела в каком-то формате вернуть книжные видео, потому что мне и самой нравились они, то есть и снимать их, и то, какой фидбэк я получала, что греха таить, я получала очень большой фидбэк. Я думаю, что будут такие книжные покупки-прочитанные, то есть и то, и другое я буду совмещать и как-то в целом показывать, что у меня появилось новенького. Если я это прочитала, то какое-то своё короткое мнение, почему бы и нет. Если говорить о том, что у меня появилось новенького, то книгу я вот эту вам уже, в принципе, как-то во влогах показывала. Это «Всемирный от лас кофе» от зерна до чашки, и это потрясающая настольная, информативная, красивая книга для тех, кто интересуется кофе. Она, уберем сейчас эту обложку, чтобы она мне не мешала, она выполнена просто потрясающей, дорогой, такой глянцевой бумаги. Она стоит тысячу с небольшим, я считаю, за такую книгу это недорого. И здесь очень много информации, много правильной именно информации, и я действительно советую, это, кстати, может быть отличный подарок для того человека, кто увлекается кофе или как-то хочет познакомиться с этой культурой поближе. Ещё, кстати, из кофейных ревиночек, скажем так, в России запустился журнал «Стандарт», и это не наша выдумка, это российская франшиза, да, это журнал о культуре кофе. У меня пока два выпуска, сейчас вот буквально недавно вышел третий, он выходит ежеквартально, и здесь, собственно, тоже про кофе, здесь какие-то интервью с бариста, с основателями кофеин, здесь также есть, вот, например, по кофейням какого-то города, здесь Москва, во втором, вот я знаю, в третьем, по-моему, это был Петербург, в третьем, а вот во втором, например, это Новосибирск, то есть оформлено, сделано всё, это тоже потрясающе купить, это можно на официальном сайте «Стандарт Магазин» и в различных кофейнях, ну, можете посмотреть, почитать, тоже очень клёвые штуки, и как подарок тоже вообще вариант, но я не уверена, что первый, второй выпуск ещё где-то есть, вот третий, да, вы сможете найти. Ещё у меня появилось три вот такие вот книги из одной серии, и две из них это Эриха Фром. Да, немножечко философия, у меня это «Искусство любить» и «Бегство от свободы», это на самом деле просто две книги, которые были на тот момент в магазине. Как так получилось, что вдруг я решила почитать Эрика Фрома? Он буквально сам меня заставил, было, не знаю, тысяча и один знак о том, что мне нужно это сделать, потому что вокруг вдруг неожиданно начали говорить о нём. Я постоянно начала видеть в Инстаграме, что кто-то читает, до этого ничего не было. Потом, когда я работала в Бористо, там сотрудник тоже читал Эрика Фрома. И вообще на протяжении нескольких месяцев, а в какой-то момент буквально, не знаю, за неделю тысяча и одно событие намекала мне на то, что я должна прочитать. Я думаю, ну блин, ну надо. Ну и в общем, как-то так. Такие книги, которые философские, да, я не считаю нужных их особо обсуждать, потому что здесь выражена одна точка зрения, это может быть согласие, не согласие в каких-то моментах, об этом можно долго рассуждать, всё в этом духе. Мне кажется, это не обзорный формат, то есть, включая беседы, да, можно пообсуждать книгу, но не вот так вот. И ещё одна книга, которую мне сказала прочитать Полина, потому что как-то в её голове это что-то поменяло, и как-то, в общем, она очень рекомендовала мне взять просто и прочитать. И это Герман Госсе «Сиддхарта. Путешествие к земле Востока». Книга «Изменейший мир», писатель А. Это писатель. Про эту серию. В общем, я её вообще ещё не касалась, не знаю, как она мне будет, но Полина очень яро рекомендовала. Ко мне как-то приехала целая серия подарочная от Хруты Мураками, и я до сих пор ничего не прочитала. Мне очень стыдно, прям вообще пипец стыдно, реально. Я, честно сказать, слышала только про норвежский лес, ну, как бы, я слышала ещё про звездник, но это вот про то, что я активно как-то везде на слуху у меня была, и я принялась даже за эту книгу, но я поняла, что у меня сейчас не то моральное состояние, не тот настрой, чтобы читать такое. Вот я говорю, у меня сейчас стало очень изручно, и мало что вообще может зайти, пойти и так далее. Так что, пока Хруты Мураками я отложила в сторону. Ну, то есть, понимаете, вот книги появляются, я пытаюсь их читать, а они вот не читаются, хотя очень бы даже и хотелось. Появилось у меня три книги из, я думаю, известной вам серии, это же «Очаровательный кишечник», «Что скрывает кожа» и «Виволовагина», и здесь в таком научно-популярном варианте рассказывается, собственно, про кишечник, кожу и, о боже, слово, которое нельзя называть, «Провагина». Я смотрела сериал «Герл Босс», который был основан вот на этой книге, собственно, который написала сама София Амаруза, это основательница сайта Настя Гал, сейчас он уже обанкротился, наверное, где-то год назад, как раз, когда сериал вышел, но она действительно создала многомиллионную империю, буквально из ничего. Можете посмотреть сериал, можете почитать книгу, но это действительно очень такая мотивационная штука, и несмотря на то, что я уже знаю некий финал этого, да, что-то, да, компания обанкротилась, но зато это реальная история, да, был успех, да, случился провал, но в любом случае интересно наблюдать, как человек из ничего делает что-то, очень даже что-то. И вот это, пожалуй, сейчас самое близкое по настрою ко мне сейчас. Ну, стоп, те, кто скучал по книжечкам от меня, надеюсь, немножечко получили эту дозу, вышло коряво, потому что, ну, я миллион лет не снимала, честно, и у меня для вас очень мало информации, но я хотя бы ответила на такой важный и главный для вас всех вопрос, когда? Когда? Почему? Зачем? Я понимаю, что, возможно, сейчас многие люди отпишутся, потому что многие смотрят меня это в книжных видео, а я тут вроде бы как сказала, что, типа, ну, ждите, да не ждите, я не знаю, и всё такое. Ну, так, значит так, но я никогда не позиционировала себя как книжный блогер, да, у меня есть такая книжная рубрика на канале, но не более того, но я надеюсь, что всё-таки я снова начну больше читать, и смогу больше вам рассказывать про всё это дело, потому что мне само не нравится, но я не могу через себя переступать, это просто вот какой-то такой момент, может быть, потому что я приехала в Питер, у меня здесь куча других каких-то забот, проблем, чем читать про переживания 15-летних девочек, как они стрядают по каким-нибудь идеальным мальчикам с кубиками пресса, вот, я сама найду на поводу чего попереживать в этой взрослой жизни, вот, да. Так что, да, я очень рада, вот, я, кажется, это уже говорила, но скажу ещё раз, очень рада, что всё-таки записала это видео, я всем желаю отличного настроения, всем спасибо за внимание, и пока, до скорой встречи. Там что-то произошло. Субтитры сделал DimaTorzok